Друзья, здравствуйте! Продолжаем нашу рпшечку. Если можно, конечно, ее назвать рпшечкой, но в общем-то ладно. Продолжаем проходить карьерку на карте Агромаш. В 19 ферме наш персонаж Василий пытается выжить в суровой среде фермы. В принципе, что тут выживать-то? Все у него неплохо идет. У нас середина весны уже. Пассивная на ферме, в принципе, заканчивается. У нас сейчас висит контрактик на посев 33 поля. Мы немножко начали в прошлый день, в прошлой серии. И за сегодня Василию надо досеять все вот это вот оставшееся поле. И за это он получит немножечко денежек. Денежки ему нужны. Мы в прошлый раз взяли 5000 литров удобрений и нам этого хватило, точнее не удобрения, а семян. Нам этого хватило на 35%. Путем несложных вычислений мы понимаем, что нам нужно еще 10 тысяч литров семян. На балансе есть 12 тысяч долларов, точнее евро. Семена у нас по 900 евриков за куб продаются. Поэтому можем без проблем, в принципе, сейчас это все дело прикупить и засеять поле. У нас хватит денег на это дело. Плюс по контракту у нас есть вот такая вот шайтан машина здоровенная. Она мне, конечно, не очень нравится. Очень неудобно на ней работать из-за вот этой ломающейся рамы. Говорят, руль решает эту проблему. Но, короче, руль не решает эту проблему. Я играю на руле, если что. В любом случае, друзья, поехали тогда в магазин, купим там удобрений, точнее семян. Почему я говорю про удобрения? И будем продолжать этот гребаный посев. Да, и мы уже успели зацепиться на первом же повороте. Очень неудобно. Очень длинное это все такое. Кошмар. Во, нормально. Проехали. Силой. Подъезжаем к магазину. Тут уже 6 утра. Все уже работает и нужно купить семена. Семена у нас вот в таких вот зеленых пакетах продаются. Тысячу литров в этом пакете, поэтому раз. 10. 10 штук взяли. Вроде как должно быть 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, замечательно. Подгоняем тогда сюда трактор. Ну, он довольно тихо работает. Это прикольно. Пожалуй, включим фары, чтобы вообще все видеть. Вообще, друзья, если уж совсем по фэншую, то делать надо примерно вот такие вот махинации. То есть мы берем и вот так вот это все дело высыпаем. Вот. И так нужно сделать с каждым поддоном. Вообще, это с помощью погрузчика делается, но так как Вася у нас, как я уже говорил, очень сильный, то он может сделать это и ручками. И никакой погрузчик нам не нужен. Так, мы один поставим сюда, чтобы труба не сворачивалась, и загрузим его самым последним, потому что бесит вот это все дело. Ну, вот и все. Вроде загрузились, так что можно ехать на поле. Садимся в наш трактор. Не наш, но садимся, в общем-то, туда. Разворачиваемся. И погнали как-нибудь. Без приключений сейчас надо добраться до поля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Прибываем мы на поле, и, соответственно, с того же момента, где мы закончили прошлой серии, продолжаем посев этого гигантского поля на этой шайтан-машине, опускаем сейлку, включаем ее, и погнали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что, друзья, контракт на поле 33 завершен, поэтому мы для экономии семян складываем все это дело. Да, тут, конечно, остался такой большой недосеянный кусок, но ничего страшного. Ладно, и так сойдет. В общем-то, погнали, отвезем обратно наш трактор и... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Ну и, друзья, конечно же, проезжая мимо нашего дома, надо сгрузить оставшиеся семена. Их тут осталось 787 литров. Как у нас ЗТТТТТН выбрать и разгрузить. Куда они у нас разгрузились? Вот они. Вообще не туда, куда надо. Но наш Вася их поднимет и отнесет к себе. Вот так вот. Пускай стоят около удобрений. В общем-то, почти целое. Ладно, садимся тогда в трактор и поехали сдавать его, получать нашу награду. Клушаем двигатель и... Да, осталось многое здесь не засеяно. Ну, в общем-то, у нас почти вся карта уже засеяна. Два поля остались. На них контрактов нету. На посев. А хотя нет, уже, кстати, появились. Я последний раз смотрел, их не было. Что тут сеять-то надо? Тоже ячмень. Ладно, я не хочу. Тут много контрактов на удобрения. Будем удобрять. Давайте забираем награду. Сколько там? 32 тысячи нам должно было прилететь. Да, 32 с половиной тысячи и у нас 35 косарей. Это уже неплохо. С этим уже можно что-то делать. В общем-то, поехали домой. Уже почти 7 часов вечера. Пора отдыхать. И вот фиг я нормально припарковался же, да? А не, кстати, вполне норм. В слепую. Чуть-чуть назад еще подъедем. И все, глушимся. Можно идти отдыхать. Да? Да. Спокойной ночи, малыши. А вот и утречка наступила. 5 утра почти. Мы выходим на работу. Выходим на смену опять-таки. Пора работать. Что у нас тут в наших тепличках? Ни хрена у нас тут. В общем-то, можно выходить. Давайте посмотрим, чем мы можем сегодня позаниматься. А сегодня мы можем позаниматься удобрением. У нас есть три поля. 13, 14 и 8. Которые нужно поудобрять. О, кстати, видите? Вот это вот все дело взошло. А вот это еще нет. Это только свежие посеянные. Которые желтые посеянные. Которые зеленые. Это типа взошло. Будет расти. Вот так вот. Девятое, видимо, никто не засеивал поле. Там трава растет. Вот оно что. Вот 32-ое тоже никто не засеивал. А зря. Нормальное поле. Можно было бы что-нибудь туда посадить. Как-то интересно. Сорняки разбросаны, кстати, по карте. Это может быть из-за мода сезонов. Так. Прикольно. Похоже на правду. В общем-то, как мы видим, некоторые поля уже удобрены. Второе поле удобрено аж два раза. С ним все замечательно. У нас есть возможность удобрить, например, восьмое поле. Опять-таки, техники пока нету. Но мы уже можем взять какого-нибудь зила с удобрялкой. Мне, честно говоря, может быть даже и хочется это сделать. 11 тысяч сам зил и 11 тысяч удобрялка. Точнее, нет. 14 тысяч сам зил. Ну, 25-26 тысяч будет стоить это все удовольствие. А если взять какую-нибудь именно прям удобрялку. Вот 20-ти метровая. На 6300. Вполне норм. Вот эту мы уже пробовали, но ее нахрен. А вот это почему бы и нет. За 5 тысяч и трактор какой-нибудь. С чего-то ж надо начинать. Такой трактор вполне подойдет. Но он, зараза, стоит 33 косаря. И плюс 15 тысяч GPS. Красный или синий. Нет, пока рано такой брать. Ребят, пока, короче, на этом самом. На арендной технике работаем. Вот на такой трактор будем собирать денег. 63 тысячи МТЗшка. Вот я его хочу. Есть, правда, версия чуть-чуть подешевле. За 56 тысяч. Конфигурация стандарт. Трехточечный. О, кстати, это полезная приблуда. Выбор двигателя. Можно движку помощнее сунуть. Вот, вот, короче, я вот такой хочу белорусик. 63 тысячи будет стоить. А сколько аутового модификации, кстати, есть какие-нибудь? Конфигурация, противовес, навеска. То же самое. Дизайн. А, номера вот здесь вот. Семерочка ставится. А, плюс, кстати, про GPS тоже не стоит забывать. Ну и колеса можно выбрать какие-нибудь другие. Мне, конечно, больше нравится балансировка колес. Но узкие шины, кстати, тоже могут понадобиться. Ну и движку сюда не впихнуть. Поэтому будем брать тот. 222В. Блин, у меня там еще один, кстати, был. Я забыл его поставить. Но это уже такой побольше чуть-чуть. Еще тоже МТЗшка классная. Там моделька красивая сделана. Да. Плюс GPS. 72 тысячи. Ну, GPS можно будет, если что, потом поставить. Сразу оно не сильно горит. Может быть, он не понадобится. Если мы будем набирать себе команду. Ладно. Очень много трепа на самом деле у нас прошло. Уже 6 утра тем самым. Мы все еще не работаем. Поехали на работу, что ли. Посмотрим, может, есть какое-нибудь задание для нас. В принципе, это мы уже видели, что оно есть. Так, запаркуемся вот тут. Ну и давайте. На 8 поле квадратное. У нас есть 8, 13 и 14 поле. Можно было удоверять. Но 14, сами понимаете, это так себе идея. 8. Давайте 8. Покупаем в кредит. Его нам дали нормального трактора с узкими шинами. И удобрялку. Которая с не очень узкими шинами. Я вот только хрен его знает, сколько туда удобрений надо. Покупать сильно много не хочется. Какое поле? Мы второе поле удобряли. И нам надо было 4000 литров, да? 3. 3000 литров ушло на второе поле. На 8 оно примерно в 2 раза больше. 6000. Давайте возьмем 6000 и заправимся еще тем, что у нас дома есть. Хотя можно даже и не заправляться, если что, потом. Большие мешки и МКР с сухими удобрениями. Давайте 6 штук. Мне что-то кажется, что не настолько нам надо. Вроде 6. Купил. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, все замечательно. Цепляемся. Все, мы заправлены. Все хорошо. Погнали на 8 поле. Ну, как-то. Так, давайте раскрывать эту хреновину. Блин, я надеюсь, конечно, удобрений нам хватит. Погнали. Погнали на 8 поле. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот оно. Пятое поле. Оно примерно в два раза меньше, чем восьмое. И поэтому трех тысяч литров нам должно хватить. В принципе, можно три этих самых... Три ящика еще купить. И все будет огонь. Можно просто принять контракт и на этой технике его доделать. Кто писал то, что свои поля можно арендной техникой убирать? Вот этой. Ребят, нельзя. По крайней мере, раньше точно было нельзя. Может, что-то изменилось, конечно. Я не знаю. В любом случае, поехали сейчас. Купим еще немножко удобрений. Удобрим пятое поле и получим премию сразу за два контракта. Такс, покупаем. Нам нужны большие мешки с удобрениями. Три штуки. Раз, два и три. Должно хватить. Должно прям по горло хватить. Заполнились и поехали на пятое поле. Блин, жалко, конечно, с удобрялкой от первого леса работать. Так себе. Такое себе удовольствие. Давайте открываем это все дело. Чуть пошире стоит встать. Да, намного шире. Как-то так. Включаем и погнали. 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 Аллилуйя. Выполнен у нас и этот контрактик. Можно сворачиваться. Почти, слушайте, нормально угадал я с распределением удобрений. На оба поля купил вот то, что надо. То, что доктор прописал. Поехали скинем эти удобрения. Поехали, кстати, еще глянем заодно, можно ли удобрять свои поля, например, чужой техникой. Потому что раньше точно писала, что нельзя. Техника предназначена для работы по контракту. Сейчас мы заедем к себе на поле и глянем это. Вот оно, наше поле, которое ничего вообще с ним не делалось. Кстати, оно может быть удобрено. Такое тоже может быть. Состав почвы. 19 поле, с ним вообще ничего не происходило. Давайте попробуем. Можно потоптать урожай. И вот, друзья, ничего не происходит. Оно не удобряется. Вообще ничего с ним не происходит. Друзья, я забыл скинуть удобрения, которые у нас были. Давайте поставим как-нибудь вот так вот трактор, чтобы оно не за забором оказалось. Оно все равно оказалось за забором. Вот, зараза. Я помню, что через него было хреново прыгать. Ладно, сюда мы перепрыгнули. Теперь можем вот это вот дело поднять и... Стой. Перепрыгнуть. Главное теперь как-нибудь обратно перепрыгнуть. А где этот самый? Блин, неужели я его в кузов закинул? Блин, неудачно. И оно заполнило немножко сейлку, да? Не, не успело. Шикарно. Все, тогда ставим этот поддон вот к этому поддону. И едем сдавать трактор, получать свою награду. А то в 8 вечера уже так-то. Э, алло. Фермеры, вы че? Не ушли еще с работы? Забирайте свою хрень. Хотя это не хрень. Хороший аппарат на самом деле. Давайте, короче, собирать. И поле 8 собирать. У нас есть еще удобрение двух полей. В принципе, неплохие контракты. 48-46 тысяч. Блин, ну поля неудобные. 13-е еще более-менее. Это островок такой внутри. А вот 14-е, самому на нем работать мне вот вообще не хочется. Возможно, ребята, у нас по удобрению все. Следующее, что будет, уборка. И это только осенью. Как обычно, паркуемся и идем спадки. Почти 9 вечера уже. Детское время закончилось. Колыханка закончилась. Поэтому... Хотя нет, колыханка не закончилась. Вообще, кстати, знаете, что такое колыханка? У вас было такое или это белорусское слово? Я, честно говоря, не знаю. В любом случае, погнали спать и завтра уже будем решать, что делать. И снова, друзья, доброе утро. Давайте опять включим фонарик. Кстати, вот уже в 5 утра не так темно, как было раньше, да? Хотя здесь на дворе еще все еще темень страшная. Налю это самое. Дров у соседа это. Ну, короче, ну вы поняли. Друзья, на сегодня, в общем-то, у нас все. Спасибо вам за поддержку, которая была под первыми двумя сериями. Я надеюсь, мы продолжим в том же духе. Не пожалейте, пожалуйста, Лосика. Вот эти три серии записывались больше 6 часов. То есть, больше 2 часов на серию у меня уходит, чтобы сделать коротенький ролик. И можете, в принципе, посмотреть в правый верхний угол, в какое время я это обычно делаю. Только для того, чтобы какой-то, точнее, как-то систематически выходили эти серии по какому-то минимальному расписанию. На самом деле, времени на все это катастрофически не хватает. Поэтому я буду благодарен за поддержку. В виде Лосика это будет прям вообще круто. Вот. Ну и, конечно, пишите свои комментарии. У нас впереди еще будет опять удобрение. Есть тут у нас контракт на первое поле появился. На 33-е вообще шикарнейший. 45 тысяч. Мне прям нравится. И уже, наверное, будем нанимать себе бригаду потиху. Подключим курсплейчик, в общем-то. Потому что я задолбался, друзья. Это кошмарная вообще идея была. Но ничего, я начал и все нормально. Завчера мы заработали 30 тысяч на удобрении и на посеве. Да? Нет, посев у нас был позавчера. На посеве мы как-то... Ну, короче, все у нас нормально по финансам. Есть неплохие доходы. Скоро мы обзаведемся какой-нибудь минимальной техникой. Возьмем три самых простых трактора каких-нибудь. Три простых плуга. Три простых там вот МТЗ-шку за 15 тысяч можно будет взять. Инфигурация, ешкин кот. Сколько тут всего? Вот. Короче, можно будет взять три таких хреновины. Там, условно говоря, три плуга. И уже на своей технике, короче, все это делать и зарабатывать больше денег. Но впереди у нас, друзья, удобрения. И, конечно же, будет, скорее всего, в следующий раз. Несмотря на то, что у нас сейчас только шестой день здесь. Середина весны. Но мы самую основную, самую длительную работу сделали. Скорее всего, летом поедем куда-нибудь отдыхать. А потом в уборочное. Уборочное это будет весело. Так что, еще раз повторюсь. Друзья, приятно будет получать от вас лосики. Пишите ваши комментарии. Интересно почитать ваше мнение. Рассказывайте о канале друзьям. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И стримы у нас иногда сейчас проходят. Как правило, по выходным. Так что, все как-то так. В общем-то, всем спасибо, друзья, за просмотр. С вами был Никита Дилэй. Всем всего доброго. Пока-пока.